МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, сегодня проводим учебные занятия по поиску и обнаружению различных веществ в различных условиях местности. Первое учебное место – это автомобили. Второе учебное место – досмотр сумок. И третье учебное место – досмотр граждан, у которых будет взрывное устройство. Наше подразделение состоит из двух структурных подразделений. Это кинологическая служба и инженер-техническая служба. Кинологи у нас представлены четырьмя отделениями. Всего в наличии у нас 33 собаки, которые обучены по направлению поиска и обнаружения самодельных взрывных устройств, оружия и боеприпасов. Как вы видите, два автомобиля. В одной из них будет заложена имитация взрывного устройства. Конкретно пластид в коробочке. Кинолог покажет отработку навыков по поиску данного имитатора взрывного устройства. Берем, дабы, сюда кладем. Удало. Фиксируем. Все. К работе приступить, давай. Она характерна сигнальной позой и обозначает наличие взрывного вещества. Смотрим. Вот, пожалуйста, то, что мы закладывали, собака обнаружила, не прошло мимо нее данное взрывное устройство. Это наши вольеры, где размещаются наши питомцы. В данный момент у нас 33 собаки, обученные по направлению поиска и обнаружения оружия, боеприпасов, взрывных вещей. Кинолог со своей собакой работает в режиме два дня рабочих, два дня выходных, с утра и до вечера. В связи с последними событиями, которые имели место быть, сейчас практически все люди работают в городе на выезде. Существует досмотр граждан, приходят в станции метро. У нас, значит, используют, как правило, тех собак, которые больше по своим качествам подходят для работы именно в нашей экстрематической зоне. Как правило, значит, это у нас овчарки немецкая или восточноевропейская. Так как они более, так сказать, приспособлены на наших трудных условиях. Вашему вниманию представлены ряд сумок. В одну из сумок мы сделаем закладку уже другого взрывного вещества, конкретно тротиловая шашка двухсотдрамовая. И также кинолог покажет, как собака может находить и находит данное взрывное устройство. Вот тротиловая шашка, закладываем в одну из сумок, например, вот эту же. Так. Инстинкт собаки нацелен на поиск. Поиск запаха. Вот, допустим, здесь собака выбирается та, которая оказывает заинтересованность в поиске. Вот, как правило, прививается поиск, допустим, какой-то игрушки. И в процессе обучения, проведения специального курса, значит, у собаки ассоциируется вот этот поиск игрушки с этим запахом. И собака ищет запах, ищет, находит этот запах и получает взамен свою любимую игрушку. Собака нашла, обозначила. Он, значит, незаметно берет из кармана, вытаскивает, допустим, шарик, к которому собачка привыкла, или какую-то игрушку, и бросает ее. Собака радостно убегает. То есть срабатывает инстинкт, она нашла, ее нужно подширить. Собачка и кинолог специалист, который собачка работает, товар, в общем-то, как бы штучный. Достаточно долгий процесс подготовки, значит, занимает то время, которое мы затрачиваем на их обучение. Вот, на последующую подготовку, в общем-то, позволяет с уверенностью говорить, что в любых условиях наши собаки, наши специалисты-кинологы с ослуженными собаками, значит, в состоянии выполнить поставленную перед ними задачу. Если есть закладка, если есть предмет с запахом, пластин, тротил, граната, то собака, в общем-то, достаточно уверенно это дело обнаруживает. В данный момент, значит, мы сейчас пройдем еще на одно учебное место, где наш специалист-кинолог с ослуженной собакой покажет, как может работать собака для обнаружения закладки, в роли которой выступать будет боевая граната, у человека, значит, в кармане. По данной вводной, мы берем боевую гранату, значит, закладываем в одному из фигурантов, которые стоят перед вами, и, значит, запускаем собачку. И посмотрим, сможет ли собака обнаружить гранату, значит, условно находящуюся у гражданина. Все, значит, гранату заложили, ты ног этого не видел, где она лежит? Значит, готово? Вперед! Ежедневное обучение собак идет, которое как бы неотрывно от нашей службы. То есть вот эти запахи, которые, собственно говоря, собакой надо искать, в общем-то, она должна как бы постоянно его чувствовать. Как видите, собака характерной позой, посадкой обозначила о том, что у гражданина есть искомый запах. Конкретно граната. Я прошу достать. Вот, пожалуйста, боевая граната наружная. Наше подразделение состоит, кроме кинологов, также еще из взрывотехников. Специализированный автомобиль для разминирования находится вот здесь, перед вами. Данный автомобиль, значит, выполнен на базе автомобиля «ЗИЛ». Представляет собой автомобильный комплекс разминирования. Автомобиль, оборудованный необходимым для саперов и кинологов оборудованием. Также, помимо всего оборудования, оборудован и минимальной инфраструктурой для удобства пользования. Холодильник, микроволновая печь, телевизор, что позволяет долгое время автономно работать. Ну, а непосредственно инженерное оборудование хранится в заднем отсеке данного автомобиля. Клетка для перевозки служебной собаки, значит, необходимой для розыска, обнаружения взрывчатых веществ. И набор необходимого оборудования в саперной деятельности. Спасательные принадлежности на случай необходимости, это, например, такое приспособление, которое может использоваться как зажим и как разжим. Лопата, топор, багор, все это тоже присутствует. Значит, бензоагрегат для необходимости, если надо срочно что-то перепилить, отпилить. Если, значит, кино по ходу службы обнаруживает где-то взрывное устройство и действительно оно там обнаруживается, то взрывотехник, используя данное оборудование, инженерное оборудование, может локализовать данное взрывное устройство и принять меры по его обезвреживанию. Средство, изделие фонтан называется, из себя представляет вот такую конструкцию. Значит, служит она для поглощения осколков, то есть, например, если найдено взрывное устройство и условия не позволяют транспортировать его или обезвреживать, или еще не произведена эвакуация людей, то можно как бы немного прикрыть его, поставить в сторону возможного разлета осколков, чем, значит, минимизировать потери. Также в комплекс входит целый набор различных устройств и приспособлений на все случаи жизни. То есть, на этом комплексе можно работать как в поле с миноискателями, то есть, в грунте искать мины, так и в городе. Они, значит, у нас обучены, проходит обучение, значит, тоже самое специализованное в школе уже по своему направлению, в состоянии, так сказать, обеспечить безопасность москвичей и гостей города. Находимся мы в классе инженерной подготовки московского ОМОНа, значит, здесь, в этом классе мы обучаем молодых сотрудников, сами оттачиваем свое мастерство. Значит, на стендах представлены всевозможные виды боеприпасов, даже которые не стоят у нас на вооружении, все равно мы с ними работаем, потому как сталкиваемся с ними, например, в северокавказском регионе, куда у нас часто бывают командировки, поэтому нужно быть готовым ко всему, и всем этим мы довольно успешно обладеваем. Нам все это знать необходимо, потому как столкнуться можем мы с этим и в городе, если используется не по назначению, не теми людьми. Здесь представлены противотанковые мины, причем как отечественные образцы, так и иностранных производителей, также даже присутствуют боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Еще раз повторю, задачи наши настолько объемные, что невозможно предусмотреть, с чем мы можем столкнуться завтра в городе, в метро и где угодно. То, что касается непосредственно вот этих всевозможных так называемых минловушек и так далее, их очень великое множество, поэтому большая просьба ко всем гражданам, причем как здесь у нас в городе, так и где-то в других, особенно в Северо-Кавказском регионе, значит, увидев какой-то предмет, не нужно, так сказать, хватать его, брать и так далее. Помните всегда, что, значит, к большому, так сказать, сожалению, мы живем в то время, когда отдельные темные личности готовы использовать любой шанс для того, чтобы, так сказать, внести, ну, дестабилизировать обстановку. Вот. Прежде чем схватить, подумайте, к чему это может привести, то есть меры безопасности. Об этом вот такая просьба не забывать. Особое внимание, конечно, уделяется самодельным взрывным устройствам, потому как на данный момент актуальнее всего. И, значит, впереди в этой отрасли у нас, конечно, Республики Северного Кавказа. В принципе, все эти самодельные взрывные устройства выполняются настолько разнообразно, насколько хватает фантазии у их изготовителя. Поэтому определенную трудность в разминировании, конечно, они представляют собой. Но мы обладаем всеми необходимыми навыками, техникой для, значит, предотвращения взрывов подобных взрывчатых веществ. Значит, любой бытовой предмет в умелых руках может стать взрывоопасным. И поэтому мы призываем граждан бдительности. В частности, можно сказать, что не стоит хватать вещи, найденные случайно где-то вами, вне зависимости от ценности этих вещей, потому как на самом деле может это оказаться взрывчаткой. Вот на примере с виду обычный мобильный телефон. Но при детальном рассмотрении можно увидеть, что он начнен на взрывчатке с поражающим элементом. Как показывает практика, в основном используются пластичные взрывчатые вещества, так как легко придать им любую конфигурацию, спрятать их в любой бытовой предмет. Эта взрывчатка обладает повышенной мощностью, и поэтому результат взрыва даже такого незначительного количества взрывчатки может привести к необратимым последствиям. Ну вот на примере даже, допустим, банальной книги. Это может быть и фонарик, и пачка сигарет, и зажигалка, все что угодно. Поэтому еще раз призываем граждан к бдительности, не стоит хватать все, что плохо лежит, потому как может все это привести к очень печальным последствиям. Время выполнения службы Смирно в составу приказываю выехать на службу по охране общественного порядка и общественной безопасности на станциях московского метрополитена. Во время выполнения службы строго руководствовался требованиями действующего законодательства и Конституции Российской Федерации. Особое внимание обращаю на соблюдение мер безопасности. Вольно, на пра, на ле, во! Шагом марш! Антитеррористическая работа. В общем-то она у нас постоянно проводится. Постоянно проводится досмотр территории в центре города. Вот сейчас, допустим, конкретно в метро. И, в общем-то, хочется заверить москвичей, гостей столицы, о том, что наши служебные собаки московского ОМОНа в состоянии выполнить любую поставленную перед ними задачу по поиску самодельных взрывных устройств на территории города. СООДИНИТЕ МИАСО С УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. Всправление? Младший инспектор кинолог ОМОН на Кунцевскую приступил. С Ломоного, да? Да. ОМОН, так, фамилия как? Лукин Николай Петрович. Здравствуйте, собаки? Бакс. Хорошо, вы один там, да? Да. Хорошо. Ну, этой собачке уже 4 года она обучалась в Ростовской школе на предмет взрывчатых веществ. Мы напарники с ним, работаем уже несколько лет вместе, прошли не один выезд, уже в командировку ездили, подружились. Она работает с одним хозяином, соответственно, лучше мы понимаем друг друга. Дежурная смена его выгуливает, кормит, но занимаюсь с ним только я. Когда я прихожу, мы проводим тренировки, закладываем взрывчатое вещество в автомобили, либо в землю закапываем, и он ищет, обозначает, садится, я его поощряю мячиком. Он у меня портировщик и работает на мячик рядом. Здравствуйте, младший сержант Лукин, можно посмотреть вашу сумочку? Спасибо. Обычно это подозрительные предметы, коробки там или сумки, оставленные бесхозные. Мы их обнюхиваем на предмет ВВ. Наша работа, значит, нашего подразделения, так же, как, в общем-то, и московского ОМОНа, так же, как и всей московской милиции, нацелена на то, чтобы граждане города, гости, москвичи, значит, чувствовали себя спокойно в своем родном городе. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ